Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм.Вектор всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме, нашему девизу о ваших оплаках и мёртвах, разбивая молнии, сегодня отвечаем на ваши вопросы. Психфармач нас просит, наш гороучитель, отвечайте на вопросы зрителей, какими бы странными они могут вам показаться. Является ли магний натуральным продуктом? Почему это очень важно? Нам Психфармач объяснил. Очень многие люди, которые что-либо принимают, они хотят принимать натуральный природный продукт. Они не хотят принимать химию, они не хотят принимать продукцию фармацевтической промышленности, они хотят принимать что-то природное. Ну и тогда вопрос задается, а в лабораториях синтезируют магний или готовый используют в БАДах? Ну, мы решили ответить на этот вопрос, потому что вопрос очень и очень важный. Рассказывали о магнии. Дело в том, что этот элемент, он вообще-то широко пропагандируется в интернете. Достаточно послушать вот доктора Елену, там сотни тысяч подписчиков. Или миллион, я честно говоря, не помню. Эксперт по лечению боли и депрессии Норман Шилли сказал, что каждая нам известная болезнь связана с дефицитом магния. И что причиной большого количества заболеваний является именно дефицит магния, нежели дефицит любого другого питательного вещества. Ну, смотрите, в основе любой болезни лежит магний, дефицит магния. Ну и вот доктор Ксения Машкина, она прямо рассказывает, как этот дефицит надо восполнять. Когда принимать магний? Это один из тех удачных элементов, которые принимать можно когда угодно. Захотите ночью, захотите в этом, да когда хотите. Но есть особенности. Утром принимаем магний, чтобы восполнить дефицит. Вечером принимаем магний для воздействия на нервную систему, для улучшения сна. Магний можно принимать натощак. Можно принимать с едой. Можно принимать после еды. Дозы, обычная поддерживающая дозировка для взрослого человека, это 400 миллиграмм. Обратите внимание. Лечебные дозы начинаются от 600 до 700 и более. Даже если вы будете принимать 10 грамм, не миллиграмм, а грамм магния, ничего с вами не будет. Но не спешите начинать с этой дозы. Начните с 400. Ну, поняли. Значит, действительно очень и очень важный элемент, который мы с вами потребляем. И вот почему он действительно важный, почему действительно в основе многих заболеваний лежит магний, но не дефицит. Обратите, пожалуйста, внимание. Рассказывали. С тем магнием, который у вас есть, это не значит, что вы его принимаете. А есть магний, который вы принимаете и потребляете с пищей. Так вот, распространённость ревматоидного артрита увеличивалась, причём достаточно резко. Обратите внимание, в три раза, когда вы потребляли соли магния больше, чем 445 миллиграмм в сутки. Помните Машкину? Да, она советовалась 400 миллиграмм начинать и даже доходить до 10 грамм. Ну, если дойдёте до 10 граммов, там, я думаю, что у вас нет шансов против ревматоидного артрита. Дальше больше. Общее потребление минералов и магний в том числе было значительно выше у пациентов с анкилозирующим спондилитом по сравнению с контрольной группой. Ну, в общем, это так называемая болезнь Бехтерева. Так что, тот, кто ест магний, он, боясь с ним, Бехтерева, может заболеть. Ну, не самое главное, не самое страшное. Очень интересное исследование. Оно проспективное, как оно, так и исследования организуются. Берутся, отбираются жители, тем более, что есть определённый реестр. Дальше за ними следят и смотрят, в скольких случаях разовьётся деменция. Ну, а дальше просто сопоставляют с уровнем магния. И обратите внимание, значительно более высокий риск развития деменции показали группы, принимающие больше 423 мг магния в сутки. То есть, вы поняли, если вы принимаете магний, то, конечно, ждите ревматоидный артрит, ждите болезнь Бехтерева, ну, и ждите, конечно, развитие деменции, ну, в положенные сроки. Конечно, для людей, которые любят магний, которые хотят, чтобы у них возникла деменция, хотят, чтобы у них возник ревматоидный артрит, очень важно понимать, что это какой-то натуральный продукт. Ну, отчасти это продукт действительно натуральный. Дело в том, что магний, вообще-то говоря, синтезируется в звёздах. Не являясь астрофизиком, я, честно говоря, ничего не могу сказать про то, как работает ядро предсверхновой звезды. Ну, и что такое сверхновое, я вам тоже рассказывать не буду, но главное, чтобы вы поняли, это натуральный продукт, который синтезируется звёздами. Ну, этот продукт уже в виде солей магния, магнезия, да, это город Малой Азии, который получил своё название из-за того, что там имеются залежи минерала магнезита. И вот этот, собственно, магнезит и является сырьём для производства различных солей магния. Ну, вот соли магния, которые мы с вами потребляем в качестве препаратов, это всё-таки уже продукт обработки фармацевтической промышленности. Есть многочисленные диссертации, которые говорят о том, как, собственно говоря, получают соли магния с различными кислотами для создания новых отечественных лекарственных препаратов. Честно говоря, это показалось для меня крайне сложным, и я вам просто показал процесс, например, получения магнецитрата. Обратите внимание, что это только один из двух рисунков, там ещё такой же сложный второй. То есть, это действительно очень и очень сложная химия, и если вам нравятся уроки химии, то фактически, пожалуйста, обратитесь к этим источникам, ну и можете посмотреть, как синтезируются, как обрабатываются соли магния для того, чтобы сделать для вас лекарства, которые вы пьёте, и которые потом приведёт вас к деменции, к ревматоидному артриту и болезни Бехтерева. Ну и просто доказательство того, что действительно производят, пожалуйста, вот магния сульфат, не обязательно там производится, это не значит, что весь магния сульфат производится фармацевтической компанией обновлений в Новосибирске, и не считайте, что это реклама, просто первая попавшаяся компания, которая производит магния сульфат. Ну, а, например, магния лактат производится в Индии, такая компания Global Calcium Private Limited. Опять же, я, собственно говоря, не хочу заниматься рекламой этого препарата, но магния лактат входит, например, в препарат, который называется магния B6. Что я таким образом хочу сказать? Отчасти магния, это, конечно, природный натуральный продукт, но вот соли магния, которые используются в качестве лекарств, они синтезируются. Вот мы специально проводили такой опрос общественного мнения, то есть, является ли магний, который мы используем в качестве лекарств, это натуральный продукт или синтезируются. На самом деле, никакие вот ответы на этот вопрос, который мы бы предложили, они являются неправильным, поскольку, ещё раз говорю, магний – это натуральный продукт, но те соли магния, которые мы используем в качестве лекарств, синтезируются, поэтому назвать его однозначно натуральным, однозначно синтезируемым нельзя. И надо сказать, что большинство, это главный ответ, ну, не самое большинство, всё-таки 40%, но всё-таки это ответ главный, большинство ответило, что действительно нельзя назвать его синтезируемым, нельзя назвать его природным. Ну, это очень и очень здорово. Нам представляется, что зрители, которые слушают наши рассказы о том, как магний приводит к развитию, например, деменции, как Машкины всякие рассказывают о том, что надо кушать магния граммами, они понимают, что это не совсем натуральный продукт. Мне кажется, что это очень и очень хороший результат, это значит, что мы правильно вам рассказываем о магнии. Ну, и для того, чтобы узнать о магнии больше, если вы, конечно, хотите, комменты и лайки, напишите нам, что вы хотите узнать о магнии, может быть, вы хотите узнать, как он синтезируется в звёздах, прежде чем вызвать деменцию. Я думаю, что мы постараемся и на этот вопрос тоже ответить. Конечно, пригласим какого-нибудь астрофизика, который нам об этом расскажет. Ну, и, конечно, подписка на наш канал, потому что кто ещё будет вам рассказывать о вреде магния? Все рассказывают о пользе магния, и только мы рассказываем о вреде магния. Сновидитесь спонсором нашего канала, хотите облагодарить нас за этот ролик, в описании вы найдёте реквизиты счёта. До новых встреч!